Всем привет! Сегодня я буду делать скульптурный торт, 3D-торт Дед Мороз. При изготовлении 3D-тортиков и тем более уж скульптурных тортов, вы должны готовы быть к тому, что у вас уйдет очень много мастики. Так как кремом такие тортики не делаются. Если вам понравится это видео, ставьте обязательно лайк. Если до Нового года это видео соберет 3000 лайков, я в январе сниму скульптурный торт, только уже с другим персонажем. А какой это будет персонаж, пишите в комментариях, я рассмотрю ваши предложения. Также я более подробно сниму видео, как сделать такую подставку для скульптурных тортов. За основу я взяла персонажа из советского мультика Дед Мороз и Лето. Я уже сделала начинку. Здесь у меня медовик со сметанозаварным кремом. Собран тортик у меня на отдельные подложки, картонные тонкие, где я уже прорезала отверстие. Тортик у меня несколько часов постоял в морозильнике. Для того, чтобы форма моего торта была более устойчивая, при оформлении он не деформировался. Собирать мы наш тортик будем на специальной подставке для скульптурных тортов, которую вы не сможете купить в магазине. Вы ее только сможете сделать сами. Состоит она из двух досок. Нижняя основа идет квадратная. Размер моей подставочки 20х20. И вот этот вот круг, на котором будет держаться тортик, 13 см. Между ними идут трубки, в которые вставляются вот такие вот длинные болты. Еще они называются шпильками. Осью для моего торта будет служить вот такая вот толстая шпажка. Если вы не найдете такую толстую шпажку, вы можете соединить несколько шпажек. Теймп-лентой тоже, в принципе, подойдет. Опять же, повторюсь, тортик я собирала полностью на картонной подложке. Она у меня диаметром 16 см. Нижние коржи моего медовика также идут 16 см. В середине несколько коржей по 14 см. Также идет один корж 13 см. И самый последний 11 см. Можно сразу собрать просто круглый торт в 16 см в диаметре. И потом уже по ходу действия обрезать излишки. Отверстие я сделала для того, чтобы вот таким вот образом насадить. Старайтесь, чтобы это все было ровненько. Высота моего тортика получилась 12 см. Вы можете сделать и выше. Количество ингредиентов, которые я использую для медовика и для крема, я укажу ниже под видео. Вот для такого маленького тортика, сколько мне понадобилось. По необходимости мы уберем все лишнее, чтобы облегчить выравнивание ганаша. Для того, чтобы тортик у нас не съезжал, между двумя подложками можно ганашем. Надо было сразу это сделать. Немножечко упустила я это. Ганашем промазать. Так. И теперь можем приступить к выравниванию нашего тортика. Отправим наш тортик минут на 20 в холодильник для того, чтобы ганаш хорошо застыл на нем. И продолжим выравнивать, то есть уберем все лишнее с него, сделаем обтекаемую форму торта. А пока мы можем приступить к изготовлению нашей головы. Голова у меня будет из скульптурной массы. У меня здесь воздушный рис. Для скульптурной массы вы можете использовать и сухой завтрак, и попкорн, и кукурузные палочки. В принципе, все что угодно. В принципе, здесь уже как бы на ваш вкус. Неизменным компонентом в скульптурной массе является только маршмеллоу. Растапливать я его буду в микроволновке на самом низком режиме. Маршмеллоу должен полностью вот так вот набухнуть. Переношу его в чашу. Также можно добавить прям смесь, немного сливочного масла. Я же буду обмазывать руки, когда я буду вылепливать голову. Лопаточкой просто перемешаем. Затем это буду делать руками. Вот такая вот скульптурная масса у нас получается. Из нее можно лепить что угодно. Объемные какие-нибудь фигурки большие. И теперь из нее я буду формировать голову. Так, мне нужна будет овальная голова. И сразу же сделаю такую впадину для глаз. Можно даже и нос сразу сформировать. Вот такая голова у меня получилась. Я сразу же сделаю отверстие. В моей голове, так как потом баршмеллоу, когда застынет, уже будут затруднения с тем, чтобы насадить на нашу большую основную шпажку голову. Поэтому я сразу сделаю отверстие посередине головы. И так оставлю ее подсыхать. Тортик постоял в холодильнике. Теперь я уберу все неровности. И смогу приступить к обтяжке моего торта. Я заранее окрасила мастику в необходимые цвета для этого тортика. И вот этот весь пакетик, который я собираюсь использовать для торта, я его взвесила. Здесь получилось 1,2 кг. И взвесила также отдельно мою вот эту вот подложку для скульптурного торта. Чтобы потом высчитать, сколько у меня ушло мастики на данный тортик. Чтобы мастика при обтяжке у вас не порвалась, не следует слишком тонко ее раскатывать. Она у вас в любом случае еще растянется на торте. Излишки мы срежем либо ножом, либо можно это сделать ножницами. И нам нужно будет еще утюжком прогладить туловище нашего Деда Мороза. Пока оставим наше туловище в покое и займемся головой. Мастикой телесного цвета мы обтянем нашу голову. Сильно тонко раскатывать не нужно, так как она еще растянется прямо на голове. Начну обтягивать с лицевой части. И все вот эти неровности у меня будут заканчиваться на затылке. Там у него будет шапочка, это будет не видно. Сделаем глазки нашему Деду Морозу. Они у него овальные. Белую мастику вкладываем в наши ямочки и распределяем. Теперь можно поставить нашу голову на туловище. Небольшой кусочек мастики сюда прикреплю, чтобы она не совсем на туловище была наша голова. Затем делаем руки нашему Деду Морозу. Это две одинаковые колбаски. И прикрепим к толщу. Сделаем шапочку. Затем нам нужно будет прикрепить белый воротник. Прорисуем ворс на воротничке. Также можно сделать бороду и усики. Такую бородку прикрепим ему. Добавим немного бакенбардов. Теперь усики. Затем сделаем ободочек для нашей шапочки. Тоже белый меховой. Также бородку рисуем на шапочке. И также добавим ушки. Для ушек мы возьмем кругляшочек из мастики. Сделаем в нем углубление. И разрежем его пополам. Будут два ушка у нас. Таким пельмешком сложим и прикрепим. Нам нужно еще сделать бровки на его лице. Они тоже будут белые. Такие вот капельки присоединяем. Над глазками. Сделаем варежки для нашего дедушки. На руках сделаем также небольшие белые ободки. И по низу пальто также сделаем белый ободок. Для того, чтобы сделать ножки, нам потребуются полосочки из мастики. И теперь этими полосочками нам надо обтянуть каждую нашу вот эту вот стойку. Чтобы не было видно металла. Нам осталось сделать сапожки для нашего Деда Мороза. И небольшие элементы в виде пуговичек. Прорисовки бороды. Сейчас мы сделаем сначала сапожки. В задней части сапога мы прорезаем мастику. И раздвигаем. И одеваем сапог. Задний стресс мы максимально сглаживаем. Приклеим пуговички. Пуговички я сделала с помощью силиконового молда. Сухими пищевыми красителями мы обозначим щечки. И немного носик еще тоже покроем красителем. Чтобы было, как будто он у нас с мороза пришел. Также немного оттенем бородку, чтобы она не совсем сливалась с воротничком. Добавим под нож я нашего Деда Мороза немного снега. На сапожки ему тоже. Мой дедушка готов. Вес этого тортика, без учета веса этой подставки, составил 2,8 кг. Мастики у меня ушло на него 900 грамм. А я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам доброго!